Волчиха 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 Волок из бассейна реки Чусовой высеять. И кроме того, здесь волоком таскали лес при строительстве Ревдинского завода. Волчиха Мы находимся на самой волчьей макушке, на самом темечке. Высота горы 526 метров над уровнем моря была измерена легендарным естествоиспытателем и путешественником Александром Гумбольтом. Ну, Волчиха не самая высокая гора на Среднем Урале, но тем не менее это самый главный ориентир, который находится в окрестностях Екатеринбурга. Гора входит в так называемый Ревдинский Увал. Все как на ладони, идеальная картинка. Вот Первоуральск, вот Ревда, Волчихинское водохранилище и Екатеринбург виден просто прекрасно. Все настолько близко, что кажется, камнем можно добросить. Пермская трасса – одна из главных автомагистралей. Как всегда, загружена до предела. Карьер Первоуральского рудоуправления находится на одном из старейших уральских железорубных месторождений с уникальной историей. Работает, как видите. Ветер на вершине свирепствует вовсю. Того и гляди, камеру вырвет из рук. Волчиха не верест, конечно, но характером обладает буйным. И только вольным птицам ветер не помеха. Небо – их стихия. Есть, кстати, мнение, что Волчиха – это геологическая бомба очень замедленного действия. Эти горы разрушаются уже более 200 миллионов лет. И Волчиха – это как раз результат разрушения уральских гор. Хотя во многих путеводителях вы найдете такую информацию, что Волчиха – это древний палеовулкан, который готов взорваться в любую минуту. Это все полная ерунда. Волчиха – это интрузивное тело, это кусок магмы, который в результате разрушения наконец-то попал на поверхность. И стать Волчихе вулканом не предстоит ни при каких условиях. И это радует. Только вулканов нам здесь и не хватало. Можно не волноваться и спать спокойно. Эти окрестности вулканическим пеплом никогда не покроются. Исключено. Так что наслаждаемся дивными пейзажами. Именно древний возраст Урал-Камня, непрерывная работа стихии и времени, открыла доступ к его кладовым, полным несметных сокровищ. Здесь, на этих скалах, начиналась история двух уральских городов – Ревды и Первоуральска, долгое время известного как Шайтанка. И не будь Волчьей горы, как бы еще сложились судьбы двух этих городов? Да и сложились ли вообще? В сентябре 1702 года крестьянин Уткинской слободы Федор Россов нашел в окрестностях Волчьей горы железную руду, о чем он известил Дьякова Видниуса в Екатеринбурге. И именно Россов считается первооткрывателем этого месторождения, которое потом дало жизнь двум городам – Первоуральску и Ревде. Но значительно раньше, в январе, все того же 1702 года, верхотурский воевода Кузьма Козлов уже располагал донесением о том, что здесь, в окрестностях Волчьей горы, крестьяне-рудознатцы из Кунгурского уезда уже нашли месторождение железной руды. Причем образцы руды, которые были найдены кунгурскими крестьянами, были направлены в Москву для проведения соответствующих испытаний и анализов. Именно Федор Россов считается первооткрывателем железорудного волчихинского месторождения. О кунгурских рудознатцах как-то подзабыли. Но даже факты из жизни Россова не бесспорны. Некоторые следователи, например, убеждены, что он выходец из Утузской слободы. Но дело тут даже не в приоритете. Кого именно считать первооткрывателем? Важнее другое. Мы и сегодня продолжаем использовать давно открытые месторождения. И все это благодаря труду сотен безвестных рудознатцев и изыскателей. А три столетия назад отцы основателей горнозаводского Урала Василий Татищев и Вильям Дагенин с восторгом сообщали Петру о здешних богатствах. Но вот находка Россова почему-то поначалу ко двору не пришлась. Любопытная деталь, но о находке горщика Федора Россова все как по команде вдруг забыли аж на 20 лет. И лишь в 1724 году главный командир горного ведомства Вильям Дагенин вспомнил об этом месторождении и загорелся идеей поставить чугунолитейный завод на реке Ревде. В чем причина такой забывчивости? Император требовал железа для пушек и серебра для казны. Железо было разведано с избытком, а серебра не хватало. Вот и забыли до времени о Россовском железе. Но не исключено, что свою роль сыграли вездесущие Демидовы. Может забывчивость Дагенина родом из Демидовского кошелька? В 1724 году Никита Демидов-Антуфьев получает разрешение Берк-Коллегии на строительство завода в Ревде. Очередной жирный кусок, огромная территория у Волчьей горы уходит в руки Демидовского клана. Место отличное. Лес, руда и река Чусовая, источник энергии и главная транспортная артерия. Все под боком. Но тут вмешалась судьба. Умирает сам Никита Демидов. Демидович, любимец Петра. После смерти основателя династии между братьями, старшим Акинфием и младшим Никитой, началась настоящая война за эти территории, которая длилась не один год. Но все-таки, в конце концов, братьям удалось договориться. Акинфий взял себе земли, которые были расположены вдоль реки Ревды. А Никите, младшему брату, достались территории, расположенные в глухом Шайтан-Лагу, на речке Шайтанки. Это Шайтан-Лаг в наши дни. А три века назад это была глухомань жуткая. Знала Кинфий, что подсунуть младшенькому братцу. Башкиры, вольные сыны степей, которым принадлежали эти места, всю эту глухомань, настоящую лесную урёму, откровенно не любили и боялись, справедливо полагая, что здесь живёт всякая нечисть во главе с самим Шайтаном. Но младший Демидов Шайтанов не боялся и за дело взялся хватко и яростно. Порода чего там. Никита Демидов набирает крестьян в Московской и Нижегородской губерниях и под предводительством своего сына Василия и приказчика Терентия Масалова отправляет их покорять дикий Шайтан-Лог, строить там завод. Было это в июне 1731 года, а в декабре 1732-го Шайтанская домна дала свой первый чугун. В честь Василия Никитича, который строил и управлял заводом первое время, его назвали Васильево-Шайтанским. Всё как положено. Плотина, пруд, заводские корпуса. Самого Демидовского завода давно не существует. И плотина перестраивалась капитально. Но остались эти камни. Они помнят всё. Да вот только рассказывать никому ничего не спираются. Теперь на месте старого завода недавно построен современный, с иголочки, инновационно-культурный центр, который уже стал визитной карточкой Первоуральска. Но первая продукция Васильево-Шайтанского завода его владельцу не понравилась. Руда в плавлении крепка, и железо из неё жёстко, отмечал Демидов-младший. Пришлось затратить немало времени и сил на налаживание производства. Не иначе сам Шайтан козни строил. Зато у старшего Акимфия дела в Ревде шли отлично. Завод быстро вошёл в пятёрку лучших по России. Может, и не стоило младшему братцу лезть в этот богом забытый лог. Со временем пошли дела и у Никиты. Шайтанка потихоньку обустраивалась. Строились новые дома, вознеслись в небо купола храма, детишки рождались, словом, жизнь шла своим чередом. И как знать, может, именно с той поры с противостояния двух брадьев Демидовых и идёт негласное соревнование между Ревдой и Шайтанкой, Первоуральском, которому в этом году исполняется 285 лет. Когда-то даже железнодорожная станция в Шайтанке называлась Ревда, но об этом мы уже рассказывали. И переименовали её лишь в начале 20 века, после Гражданской войны. А была когда-то между Ревдой и Первоуральском деревня Сажина, основанная беглыми крестьянами-раскольниками. Демидовская империя и Ревда с Шайтанкой здесь не исключение. Подымалась во многом благодаря труду и упорству старообрядцев, бежавших на Урал от преследований. Демидовы ценили их за трудолюбие, честность и трезвость. Жители Сажина тщательно сохраняли свой выстраданный уклад жизни. От работы не бегали, возводили демидовские заводы, и деревня по праву считалась зажиточной, даже богатой. Но люди жили здесь гораздо раньше. Энтузиасты Уральского общества, любителей естествознания, Уоле, в 19 веке проводили на территории деревни раскопки и нашли огромное количество каменных наконечников и каменных топоров, чей возраст составлял более четырех тысяч лет. Еще можно найти здесь фундаменты домов и фрагменты старой дороги, соединявшей Ревду и Шайтан. История деревни закончилась в конце 60-х годов прошлого века. Из-за негативного воздействия предприятий Первоуральско-Ревдинского промоузла жителей переселили. И Сажина не стала. Справедливости ради надо отметить, что и шайтанские старообрядцы предприимчивостью отличались немалой. История сохранила память о семье Осинимых. Иван Осенев, имея три лавки в Екатеринбурге и свои караванные барки на Чусовой, еще и гонял на продажу башкирских верблюдов в Китай. А это почище будет, чем иномарки гонять из Владивостока. Но верблюды верблюдами, а жизнь берет свое. Никита Демидов, владелец шайтанского завода, в декабре 1758 года за ним мог. Наследство пришлось поделить между четырьмя сыновьями. В результате сложных обменов завод отошел к третьему сыну, Никите Никитичу. Берегли Демидовы это имя, но дележка наследства стала началом конца демидовской эпохи Васильева-шайтанского завода. Наследники Демидовской империи талантами ее основателя не обладали, предпочитая заводскому делу роскошную жизнь. В 1767 году завод был продан купцам из Гороховца Ефиму и Сергею Ширяеву, причем вместе с лесопильной мельницей на речке Ельничной. Новые хозяева, новые порядки. Ефим Ширяев характером оказался жесток и лютовал без меры. Даже камни заводской плотины дрожали и сидели от ужаса. Уж на что заводские были привычны к диким порядкам, но Ширяевская злоба края не знала. Пришлось работному люду обратиться за помощью к атаману Рыжанка, беглому крепостному Андрейке Плотникову. Вот где-то здесь и произошла встреча атамана с хозяином. В ночь на 9 июня 1771 года Шайтан Лок увидел, что такое народный гнев. Ефима показательно казнили. Рыжанка сжег долговые расписки, забрал деньги и оружие, причем часть денег, сахар и пряники раздал народу. Такой вот Робин Гуд по-шайтански. Правда и самого Рыжанка быстро изловили и заковали в кандалы. Власть никогда не сжаловала Робин Гудов и ничего им не прощала. Но терпение народное не беспредельно. Восстание Пугачева потрясло Россию. И в начале 1774 года пугачевский полковник Белобородов, двигаясь к Екатеринбургу, подошел к заводу. Встречали его хлебом с солью. В январе пугачевцы вошли в Шайтанку и заняли завод. Но и в знак серьезности своих намерений прямо здесь, на плотине, они установили плаху и виселицу. Но буквально через несколько недель в феврале солдаты Екатеринбургского гарнизона под командованием секунд майора Фишера бунтовщиков завода с треском вышибли. Завод секунд майор решил сжечь, чтобы выкурить оставшихся мятежников. Разумеется, пожар в Шайтанке на пользу не пошел. Лишь в 1786 году Сергей Ширяев смог выкупить долю Ефимова и его наследников и стал единоличным хозяином завода. Да вот только погода это не сделала. После его смерти сын Александр бездарный управленец и мод окончательно довел производство до ручки. Завод отошел к казне. Но история Васильева Шайтанского завода на этом не закончилась. Ему пришлось пережить немало взлетов и падений, возрождаясь подобно мифическому фениксу. Дать начало новому городу Первоуральску. Нынешние Первоуральцы гордятся тем, что в их жилах течет кровь тех самых Шайтан, про которых в старину говорили хоть и поротый добитый, но не раб. 285 лет для города возраст молодости. Город Трудяга, лежащий у подножия Волчьей горы на Чусовой реке это основа и фундамент опорного края державы. С днем рождения, Первоуральск! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова